Упражнение для позвоночника Кацудзо-ниши. Если у вас много болезней, лечите позвоночник, так утверждал известный целитель и классик естественного оздоровления Кацудзо-ниши. И в этих словах есть доля правды. Каждый человек в сегодняшних условиях испытывает большие нагрузки на организм, в том числе и на позвоночник. Изначально он сидит за столом на работе, потом в общественном транспорте или на машине едет с работы, а также дома он сидит на диване или в кресле вечером перед телевизором. Все это приводит к тому, что появляются различные заболевания позвоночника. Если раньше считался хруст в спине уделом поживых людей, то сегодня даже молодые могут иметь такие симптомы. Практически 80% населения страны страдает болями в хребте от радикулита и прочее. Для того, чтобы избежать болезни при малоподвижном образе жизни, необходимо прислушаться к советам Кацуза Ниши, который провел на практике большое количество экспериментов и исцелил самые сложные заболевания позвоночника. Золотая рыбка. Благодаря этой методике можно в короткие сроки привести в порядок свой позвоночник, а также восстановить работу желудочно-кишечного тракта и кровоток. Изначально данное упражнение позволяет поставить позвонки на свои места. Это освобождает сосуды и нервы. Потом в организме нормализуется кровоток и восстанавливается моторика желудочно-кишечного тракта. Такие упражнения надо делать два раза в день и сразу после тренировок расслабиться. Это позволит избавиться от болезней и усталости. При необходимости такую методику можно сочетать с другими видами восточной гимнастики. Профессиональные спортсмены используют ее для того, чтобы произвести разминку в спортивных залах. После такой разминки снижается опасность получения травм при тренировках и можно работать с тяжелыми орудиями. Стоит отметить, что противопоказаний для применения данной методики практически не существует. Основное предостережение – это надо быть чувствительным и внимательным к своему организму при выполнении всех движений. Если у человека стильное искривление позвоночника, то рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста перед выполнением заданий. Также для выполнения упражнения нужна твердая основа. Это может быть жесткий диван или пол. Верхняя одежда не должна быть облегающей, чтобы контролировать тело. Подготовка. Лечь на ровную твердую основу, закинуть руки за голову и вытянуться. Прижать бедра и пятки к полу, а носки тянуть на себя. Таким способом растягивается позвоночник на протяжении 6 секунд. Надо поочередно тянуться в стороны, как будто извиваясь. При этом надо тянуться пяткой ноги вперед, а руки вытягивать в другую сторону и в таком положении оставаться до 7 секунд. Такое же упражнение необходимо проводить поочередно, меняя ноги и вытягивая пятки левой и правой конечности. Техника выполнения упражнений. Занять исходную позицию и лечь на твердую поверхность. Тело должно быть прижато к полу. Далее надо начинать колебательные движения, которые будут напоминать вибрацию. В результате тело должно извиваться из стороны в сторону, как у рыбы. Все движения необходимо делать только в стороны, а не вниз или вверх. Изначально упражнение выполнять надо на протяжении одной минуты, а далее доводить продолжительность выполнения до трех минут. Сразу может показаться, что такое упражнение сложно выполнить. Если будут трудности, то надо обратиться к близким. Пусть они помогут и придержат тело в нужных местах. Теперь вы знаете принцип проведения техники «Золотая рыбка». Делитесь своими мнениями в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее опознавательное видео. Здоровья вам и долголетия!